Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Давно мы с вами не виделись. В этом видео хочу поделиться с вами приложениями, которые вам точно понадобятся в Турции. Будьте вы туристом здесь, либо же постоянно проживающим, обязательно пользуйтесь этими приложениями. Поехали! Итак, первое приложение это PaySend. Я думаю, что многие, да я думаю, что все, кто живет в Турции, рано или поздно сталкиваются с проблемой, как же отправить деньги из Турции в другую страну, на родину, возможно, и при этом сделать это быстро и с минимальной комиссией. Так вот, это приложение PaySend позволяет переслать в 90 стран мира, представляете, с минимальной комиссией. При этом курс валют у них достаточно хороший, то есть приложение позволяет сразу же вычислить, с какой валюты на какую вы перечисляете деньги. Это все удобно, это все открыто, и комиссия, я знаю, что из Турции перевод стоит всего лишь 9 лир в любую страну, на любую сумму, представляете. Также у меня есть для вас промокод, который будет в описании под этим видео, только никому не говорите. Этот код действительно на первую пересылку денег. Если вы впервые пользуетесь PaySend, то с этим кодом у вас не будет комиссии, то есть 9 лир вы сможете себе сэкономить. Следующее приложение, также это есть такой сайт, называется Saibinden.com сайт, либо же приложение просто Saibinden.com сайт, вот здесь вот я вам оставлю его значок, вы сможете его найти. Это приложение, которое позволяет вам найти квартиру в аренду, либо же для покупки по выгодной сортировке, так скажем. Вы можете выбрать, сколько комнат в квартире, район, город, этаж, сите это или нет, то есть все-все-все параметры очень удобно там подбираются. Когда мы снимали квартиру в обоих случаях, да, мы два раза переезжали, мы искали квартиру именно на этом сайте. Там есть как от арендодателей, то есть от хозяев квартиры, так и от агентств недвижимости. Там это сразу все прописано, поэтому если вам какая-то квартира понравилась, там есть фотографии, там есть цены, все описание полностью, вы можете позвонить либо хозяину, там есть номер телефона, либо же связаться с агентством недвижимости, которое вам потом покажет эту квартиру. Также там не только квартиры, но и автомобили, вы можете посмотреть, как БУ, новые точно не знаю, но вторые руки точно есть. Поэтому сайт этот очень классный, мне кажется, это единственный такой сайт такого рода в Турции, который позволяет так быстро найти квартиру по нужным вам параметрам. Следующее приложение GetTier. GetTier это приложение, которое доставит вам еду, а также оно работает с множеством кафешек и ресторанам, то есть можете заказать доставку из кафе и ресторанов. Очень быстрый сервис, очень прозрачная такая у них политика, вы можете сразу на сайте отслеживать курьер, где находится, где он едет, то есть очень быстро вам доставят. И плюс в том, что у них часто бывают какие-то акции, допустим, купить на 50 лир, заплатить там 30 лир, например, да, и вы можете этим пользоваться, если скачаете приложение. Ещё одно похожее приложение, но оно более с такими широкими возможностями, это Emeksepti. Emeksepti это сайт, где собраны очень-очень много тысяч ресторанов и кафе, наверное, все возможные в Турции, с доставкой еды. То есть вы можете на сайте конкретно посмотреть меню, выбрать, что вы хотите из какого-то конкретного кафе или ресторана, и вам это доставят домой, очень удобно. Ну а если вам нужно порадовать кого-то подарком на день рождения, на 14 февраля, на Новый год, то вы можете воспользоваться сайтом Cheecheksepti и сайтом, и приложением. Это сайт, который предоставляет в основном выбор цветов, там есть очень красивые букеты, вот видите, допустим, вот эта коробочка на заднем фоне. Это с сайта Cheecheksepti, вот в таких коробках они продают живые цветы, цветочки, это уже мои тюльпанчики стоят, там были розы. И также очень много всяких декоративных подарков, типа там какие-то кружечек, даже живых цветов, можете вы тоже заказать для своих близких. Очень также удобно, что можно выбрать дату доставки, можно выбрать надпись, которую напишите, напишут вам на, ну не от руки, конечно, печатно, да, распечатают вам на такой карточке и доставят тоже домой. Так что этот сайт тоже, по-моему, единственный в Турции, по крайней мере, который я знаю, аналогов ему нет, очень удобный, так что тоже обязательно пользуйтесь. Ну, теперь давайте перейдем к покупкам, к шоппингу, да, к вещам, одежды. Есть несколько приложений, на которых вы можете найти одежду тех или иных марок. Первое, самое, наверное, популярное в Турции, это приложение Trendyol. Вот здесь вам наставлю его значок. Это приложение, в котором собраны очень многие бренды, не только турецких марок, в основном это бренды каких-то таких более европейских марок. Такой, скажем, не совсем масс-маркет, а вот где-то что-то среднее, да, среднее, либо же дорогой категории. Но очень часто на их сайте есть скидки сезонные, есть скидки, да практически всегда там скидки на те или иные товары. Там есть обувь, одежда и товары для дома. Это имеется в виду какие-то декоративные штучки для мебели, что-то вот такое. Поэтому, в принципе, всегда можно найти скидки на этих сайтах. Еще приложение, которое продают, ну, наверное, не только одежду, а все, скорее всего. Это три таких основных сайта и приложения. Enonbeer.com, то есть это N11, Hepsi Buroda и Gitti Gidior. Эти три сайта похожи между собой, и они скорее, знаете, как, вот как Алиэкспресс скорее. Там есть все, можно, в принципе, найти там все новое, не вторые руки, не БУ, но вот такой вот тысяча мелочей магазинчик. Ну, там очень большой выбор, выбор огромный от техники до каких-то мелочей для дома, кухни и так далее. И там, в принципе, тоже можно найти все по разным ценам, от дорогого до дешевого, поэтому тоже пользуйтесь. Ну, а если же вам нужно что-то продать, БУ, да, то, чем вы уже пользовались, то вы можете воспользоваться приложением LetGo. Оно было как-то где-то года два-три назад, наверное, очень популярно. Когда только появилось, там, в принципе, можно было найти что-то стоящее. Но сейчас будьте осторожны, потому что там уже выставляют все подряд, и особо никто не следит за модерацией, да. И, ну, можете натолкнуться на мошенников, поэтому все только на ваше усмотрение, да, на ваш страх и риск. Но если вам нужно что-то продать, БУ, да, я, допустим, продавала там мирные вещи своей дочке. Это там не одежду, имею в виду, а какие-то там коврики детские развивающие, качелю электрическую, вот такое все, там, коляски, все это можно там продать. Также есть еще такой сайт, который называется Dolab, приложение тоже есть Dolab. Это сайт вот именно с БУ-одеждой, то есть там вы можете выставить какую-то БУ-одежду, которую вам нужно продать вашу, либо же ребенка. То есть тоже очень такой удобный сайт. Ну и расскажу еще про несколько приложений, которые вам понадобятся, если вы, скорее всего, уже будете жить в Турции. Это приложение Hayat WSR. Это приложение, которое позволяет вам отследить HES-код. То есть ваш HES-код, это код здоровья, так скажем, в Турции в связи с, сами знаете, чем его ввели. И в каждом мобильном телефоне вашем, не в каждом, а в смысле у каждого человека должен быть это приложение для того, чтобы его предъявить, ваш HES-код в супермаркете, точнее в торговом центре или в аэропорту, куда вас могут пустить только по этому коду. Этот код светится зеленым, если вы здоровы и если вы не связаны, так сказать, не контактировали с больным человеком. То есть это по тестам определяется, естественно, если вы сделаете тест. И таким образом на контроле, то есть на входе, допустим, в торговый центр проверяют этот код, считывают и вас пускают, в зависимости от того, зеленый он или нет. Еще несколько приложений, это Марты. Марты это приложение для электроскутеров. Недавно появилось, ну не так давно, можно сказать, появились эти электроскутеры по всему Стамбулу. Также знаю, что есть в некоторых других городах. Это очень классная штука, если вы путешествуете, либо же просто вам нужно дойти, допустим, от остановки до дома, но не хотите войти. Можно очень удобно воспользоваться этим приложением, арендовать самокат, электросамокат, которые стоят на каждом столбу, да, здесь уже в нашем районе и в центре Стамбула. И доехать удобно до вашего дома и ставить уже самокат там. Оплата происходит картой, которую вы привязываете к приложению и оплачиваете вы, по-моему, поминутно. Все очень удобно и очень прозрачно. Еще одно приложение это Эдевлет для тех, кто проживает, либо же у кого есть и комет, это вид на жительство в Турции. Если у вас есть такой документ, то у вас должно быть приложение Эдевлет. Там очень удобно смотреть все ваши какие-то страховки, не знаю, что, в общем, вся-вся информация, которую собирает государство. У вас все есть там и все документы, в принципе, которые может требовать какие-то госорганы, можно оттуда извлечь, тоже очень удобно. Для тех, кто гадает на кофейной гуще, кто любит погадать себе, но не умеет этого делать, как я, я часто пользуюсь приложением Фаладин. Фаладин это приложение для гадания на кофейной гуще. Вы туда оставляете, сфоткайте, точнее, кофе в вашу чашечку и через несколько минут вам приходит предсказание. Конечно, не стоит прям так сильно хуже доверять этому предсказанию, но кое-что, вы знаете, у меня сбывалось. И, кстати, он на двух языках, точнее, больше, чем на двух, но русского языка, к сожалению, там нет. Там есть английский, турецкий, еще какие-то языки, арабский, по-моему. Но на английском все очень прозрачно и понятно. Ну и последние несколько приложений для туристов тоже очень полезные. Первое это приложение Bitaxi. В этом приложении, я думаю, всем понятно, вы можете вызвать себе такси через это приложение в любую точку. Я знаю, Стамбула, не уверена, что есть по всей Турции, но в Стамбуле точно вы можете это сделать. И еще одно приложение, оно поможет вам рассчитать маршрут, так скажем. То есть покажет транспортную развязку, как добраться из точки А в точку Б, все номера автобусов, трамваев, в общем, всех-всех-всех метро. Все это можно посмотреть там и расписание в том числе. Я надеюсь, что вам было полезно это видео. Если это так, напишите, пожалуйста, в комментариях, какими приложениями вы уже пользуетесь. Возможно, какие-то я не назвала. Тоже обязательно пишите в комментариях. Давайте соберем целый полезный список. И также обязательно поставьте лайк. Всем спасибо. Целую. Пока-пока.